Читая этот текст, я посмотрела на него со стороны, потому что, когда ты его прочитываешь вслух, становится ясно, насколько высказывание, которое я изначально вкладывала в книгу, насколько оно читается. Для меня, конечно, всегда большая радость читать собственные тексты, потому что, во-первых, я читаю их через год, может быть, чуть меньше, после того, как я их написала. И это прекрасная возможность пересмотреть собственный текст, посмотреть на него со стороны, прозвучать его и таким образом даже увидеть то, что во время редактуры не было увидено. И я сейчас не говорю о правках и не говорю о каких-то запинках, об опечатках. Скорее говорю о тех точностях, которые были в тексте и которые не были замечены при редактуре, и которые не были замечены во время тех же презентаций или во время разговоров об этом тексте. И встретившись с ним спустя почти год после того, как я его дописала, я понимаю, что он именно такой, каким я его хотела видеть. Сейчас не слушаю чужих аудиокниг, потому что нет времени. Когда была пандемия, я очень много послушала аудиокниг, а сейчас, к сожалению, нет времени. И на самом деле мне бы хотелось послушать что-нибудь в том числе, потому что у меня теперь достаточно большой для пользователя опыт озвучки. И я понимаю, что теперь, наверное, я буду слушать аудиокниги с точки зрения человека, который знает, как процесс идёт, и это может быть интересным опытом. В том числе, слушая чужие аудиокниги, прочитанные другими людьми, можно, например, делать себе какие-то замечания, может быть, что-то своровать, какие-нибудь приёмы. Свои аудиокниги я не слушаю. Книги мною, прочитанные моего авторства. Если честно, не знаю, почему. У меня лежит скачанная степь, которую мы писали в прошлом году, но я её так и не смогла прослушать. С одной стороны, не успела, с другой стороны, наверное, когда-нибудь потом. Но когда я встречаюсь с разными людьми, например, меня приглашают на запись подкаста или нечаянно сталкиваюсь с кем-нибудь, мне говорят, что вот мы слушали в вашем исполнении степь, и это просто прекрасно, потому что слышишь, как автор сам интонирует, как проставляет акценты, как подаёт материал, и создаётся, наверное, для многих создаётся впечатление, что четвёртой стены совершенно не существует, но это, конечно, тоже иллюзия. Работа автора и редактора в тандеме, она вообще необходима. Здесь разговор идёт... Я здесь скорее опираюсь на опыт работы, например, с редактором текста. Когда, допустим, работаешь с редактором текста, есть ещё одни глаза, которые видят, как материал ещё лучше распаковать или упаковать, как его перемешать и устроить так, чтобы текст выглядел более изящным или чтобы замысел становился ещё более ясным для читателей. И когда ты работаешь и озвучиваешь текст, работа с редактором, она также необходима, потому что это ещё одни уши, если в случае текста это ещё одни глаза, а если в случае голоса это ещё одни уши, и получается, что мы одновременно двумя ушами слушаем текст, двумя парами ушей. В общем, четыре уха и четыре глаза. Четыре уха слушают текст, четыре глаза смотрят текст. И в некотором смысле это необходимое количество глаз и ушей. Мы сейчас ещё возьмём, например, тех, кто будет монтажировать. Это же ещё тоже отдельная работа. Это ещё один человек, который делает монтаж, человек, который отслушивает. Это огромная команда. И я понимаю, что аудиокнига, которую будет человек слушать, это на самом деле результат работы большого количества людей. И в первую очередь вот этот мир, который создаётся, он создаётся двумя людьми. Человеком, который читает текст, и человеком, который его редактирует. И у нас, мне кажется, с тобой всегда совпадает видение того, как текст должен звучать. И это самое прекрасное. Я обожаю Вимбо. Мне всё очень нравится. Да, я прихожу, готовлю себе кофе, пью кофе, со всеми болтаю, потом иду спокойно записывать аудио. И чувствую себя прекрасно. Я вообще сюда как домой езжу, если честно. И процесс совершенно прекрасный всегда. Я записывала... У меня был опыт записи в других студиях, и я понимаю, что вот то, как здесь всё сработано, здесь то, что, как это говорят, да, без сучка, без задоринки. Ты всё очень чётко, весь... Во-первых, всё ясно, кто что, зачем делает. Хорошо отстроены все процессы. И если честно, вот когда мне задают такой вопрос, если я на него не могу ответить, я вот сейчас пытаюсь на него ответить, я понимаю, что всё работает хорошо, когда тебе нечего сказать. Вот я вот сейчас понимаю, что я могу сказать только то, что я чувствую себя здесь очень уютно, и мне здесь комфортно работать. Я всегда очень радуюсь, когда мне нужно идти на запись. И если бы что-то не так работало, я бы сказала. Но из-за того, что нечего сказать, да, сейчас сформулирую. Работа работает хорошо, когда её незаметно. Вот. И вот здесь всё сделано так, что ты не замечаешь работу вообще. Вот это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok